Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы традиционно с вами говорим о ходе торгов на финансовых площадках. Сегодня под заголовок, что влияет на ход российских торгов, но судя по тому, как они торгуются, российские торги, ничего на них уже не влияет. Главное, не забывайте, сегодня в Америке праздник, поэтому мы, к сожалению, не увидим, как они весело к нам присоединятся. И, соответственно, будем говорить о том, что же происходит сегодня в течение понедельника. Прежде всего, я представлю с удовольствием моих сегодняшних гостей. Это Наталья Лесина, начальник аналитического отдела группы компании «Аллор». Добрый вечер, Наташа! Здравствуйте! И это Андрей Толстаусов, управляющий активной инвестиционной компанией «Грандис Капитал». Добрый вечер, Андрей! Добрый вечер! Добрый вечер, Андрей Толстаусов. На сайте финам.ру пройти по ссылке, да, Наташенька? Улыбайся, улыбайся, на тебя сейчас смотрят. По ссылке нашего видео, ретросляции нашего видео, варианта, да, нашего видеосеминара, варианта нашей программы, и, соответственно, можете задавать вопросы и там. Задавать вопросы и там. Ладно. Все, по-моему, да, все представления я сделал. И традиционно посмотрим, что происходит на финансовых площадках. Картина маслом на 18.06. Итак, основные индикаторы российского фондового индекса сегодня вяло-вяло. По полпроцента и тот, и другой, чуть больше. 1.406 РТС, 1.410 МВБ. Вот так, в общем, безинициативно как-то. Нефть сегодня подрастает. Все же, 1.1874 по бренд за баррель. Золото 1.734 держится уверенно. После пятницы. Индикаторы валютного рынка. Евро, доллар 1.2720. Потихонечку снижается, снижается, снижается. Но вот в районе 1.27 все-таки нашел какую-то поддержку. Видимо. И набор голубых фишек отечественных сегодня такой вяло-вяло. Вот Роснефт отстреливает опять 245 после фиксации прибыли. Ты когда, кстати, в Москве-то появилась? Субботу утром. Неделю назад. А, неделю назад. Я просто к тому, что я сейчас тебе рассказываю все это. Это тебе не особенно интересно. В том плане, что сегодня только понедельник. А ты уже неделю в Москве, правильно? Да, неделю я работаю. Неделю в работе. Вот. Вот это важно. Это важно. Ну так вот, значит, набор голубых фишек разонаправлено. Сегодня движется. В общем, ничего особенного интересного. Ну вот я бы сказал, что Роснефть, да, полтора процента прибавляет. Обычка Ростелекома 2 процента. Практически Сбербанк больше процента сегодня. Вот Урал-Калий полтора процента. Ну да ладно. Давайте начнем. Причем, Наташа, если не возражаешься с тебя, причем хотелось, конечно, чтобы ты рассказала сначала, как ты в Италии отдохнула, провела отпуск в Венеции. Но это не тема нашего сегодняшнего эфира. Видимо, специальную придется программу нам затевать. Это отдельная программа отпуск. Да. Каникулы. Каникулы на Финам ФМ. Кстати, тоже хорошая тема. Ничего, мы все время, да, о деле, да, о деле. Некогда нам об отпуске поговорить. Ну да ладно. Сегодня традиционная программа. Поговорим о деле. Итак, что происходит сейчас на финансовых площадках? Значит, я сразу вас, коллеги уважаемые, сориентирую. Значит, наша задача сейчас с вами оценить итоги выборов. Ну, насколько это возможно. В некотором случае, в некотором смысле, их, так сказать, транспонировать на текущую реальность. Ведь после выборов, ну, как минимум, американцы-то достаточно серьезно снизились. Далее. Смотрим вперед. Не оглядываясь назад. Смотрим вперед. На этой неделе тоже много важных событий. Ну, и потом уже вернемся к российским бумагам. Потому что надо же понять все-таки в конечном итоге, что же влияет на ход российских торгов. До сих пор не могу, да, спустя там многие годы не могу на это. Наташа, начинай. Ну, что касается американских выборов, конечно, сложилась очень интересная ситуация. В целом, до выборов на рынках правили больше ожидания, потому что разрыв основных кандидатов, соответственно, двух, был крайне мал, незначителен. И поэтому существовали высокие риски того, что бюллетени будут заново пересчитываться. Конечно, рынке бы такое развитие событий не обрадовало бы, потому что внесло бы дополнительную неопределенность в тот вопрос, а кто же будет новым президентом в США. Ну, такое развитие ситуации не произошло. Все-таки президент был сразу определен, Обама, но и все равно увидели распродажи. Но в целом, если посмотреть... Почему все равно увидели? Ну, вот если мы посмотрим историю, то по графикам, то будет видно, что, в принципе, после каждых американских выборов шли распродажи. Просто, на мой взгляд, если бы еще был бы переподсчет голосов, то распродажи были бы еще более значительные. То есть, в принципе, не худшее развитие событий мы увидели. Все могло бы быть намного хуже. Ну, и сейчас, соответственно, пока ударились в такие довольно мощные поддержки, там примерно 200-дневный скользящий средний по S&P 500. Ну, ее, кстати, извини, пожалуйста, это вот тема... Ее пробили и обратно... Да, пробили, тест сделали. Тоже дело такое. Ну, вот у нас на российском рынке, в принципе, то же самое. Индекс ОМВ 3 сессии подряд 1400 проходит. 1400 проходит, но все-таки, да, пока никак не пройдет. И славьте Господи. Вот. И, соответственно, сейчас ждем итогов встречи Еврогруппы. В принципе, от них уже даже ничего хорошего и не ждут. Потому что уже объявили... Ну, на прошлой неделе еще сказали, что... Чего объявили? Дефолт? Нет, скорее всего, транш Греции сейчас не будет пока предоставлено. В смысле, по итогам вот этой встречи. Соответственно, будем ждать саммит ЕС, который там будет уже 22-23 ноября. Извини, я тебя перебью. Андрюш, присоединяйся. Как ты вообще результат выборов для себя видишь? Хорошо это или плохо? Вот мне всегда хочется узнать, да, ну, в общем, в общих чертах. Хорошо это или плохо, Обама у власти? На самом деле, то, что Обама у власти, привело к тому, что на горизонте у инвесторов возник риск. Риск того, что фискальный разрыв, так называемый, будет очень резким. То есть это именно будет обрыв. Ну и как... Как из названия, собственно, да? Да. То есть неплавное там снижение госрасходов и неплавное повышение налогов, а именно резкое. А в случае с Ромней это могло бы быть плавно? Да, у Ромни была несколько иная программа, более мягкая. Собственно, поэтому, когда Обама победил, вот реакция инвесторов была именно такой. Распродажи. Да, потому что все испугались этого обрыва, реального обрыва. Вот, ну, на самом деле, вот сейчас же начались уже переговоры с Конгрессом. Обама и конгрессмены встречались, лидеры там мажоритарной фракции, миноритарной фракции. Вот, там было, конечно, сказано пару резких фраз о том, что, например, Обама заблокирует, наложит вето на любой законопроект, который приведет к увеличению, к пролонгации этих налоговых послаблений, да? Но, собственно, в пятницу, поэтому рынок так, во второй половине дня так резко и упал, как раз после объявления об этом. Вот, но в целом, то, что стороны начали вести переговоры, и я думаю, что это успокоит многих. То есть это позитив все же, да? Ну, то, что переговоры начались, это, конечно, уже позитив. Переговоры, в любом случае, это попытка найти какой-то компромисс, который, да, всех устраивает, ну и как минимум не будет этих вот обрывов, да, резких обрывов. Все помнят, как в прошлый раз они компромисс нашли. Совершенно верно. Ну, опять-таки, в прошлый раз, если говорить о том, что они долго-долго его искали, да, ведь это что? Ну, они его нашли, но реакция-то рынков какая была, и рейтинговая агентство. Это да. А сейчас обещают, где-то я читал, что рейтинги пересматривать не будут. Ну, обещают. То есть верить им нельзя. Обещанного три года ждут. Ладно, ладно. Значит, мы с вами поговорили о том, что все-таки, да, уже выборы в Соединенных Штатах Америки ушли в историю. Реакция рынка, наверное, все же вот такая, какая была, и больше другой на выборы, по крайней мере, не будет. Сейчас умы инвесторов, да, глядя на Соединенные Штаты Америки, нацелены исключительно на проблемы связанные с фискальным обрывом. Вы, вот то, что Андрей говорил, начали договариваться, хорошо ли, плохо ли, долго ли, коротко ли, да, как в известных сказках говорится. Ну, посмотрим, поживем-увидим, правильно, Наташа? Да. А теперь, что нас ждет уже ближе, ближе, в Европе. Вот ты начала, я тебя перебил, извини, продолжи, пожалуйста. Ну, соответственно, сейчас от Европы ждут каких-то новостей по Греции. Вот сегодня, значит, проходит встреча Еврогруппы. Пока новостей, наверное, с нее нет никаких, я так думаю. Ну, пока не, но они только начали. Ну, мало ли, кто их знает, досрочно, досрочный ответ. Вместо в карьер. Вот, на прошлой неделе уже говорилось о том, что, скорее всего, на этой встрече никакого решения по Греции принято не будет, потому что хотят уже получить какой-то более полный отчет стройки для уже утверждения транша Греции. И, скорее всего, вот этот вопрос, за оно будет поднят лишь на саммите ЕС, который, значит, будет 22-23 ноября. Но здесь, в принципе, Греция так бы могла подождать, там, до 22-го времени не так много. Но уже вот в конце этой недели Греция должна выплатить 5 миллиардов евро ЕЦБ за свои, соответственно, платеж по долговым облигациям. А денег нет? Да, денег нет. Конечно, Греция сейчас, вот, по-моему, уже завтра. Завтра размещается. Да-да-да, завтра она, соответственно, будет размещать свои долговые обязательства. Конечно, ставки по Греции не очень привлекательны. Но пока для нее все-таки есть возможность хоть как-то разместиться, потому что пятничный платеж как-то надо совершить. С одной стороны, 5 миллиардов евро не так много, да. Но все же, по очень многим прогнозам, Греция вряд ли сможет привлечь всю сумму. Скорее всего, она привлечет лишь часть. Ведь что тогда будет делать Греция? Непонятно, пойдет ли на уступки ЕЦБ. Потому что это тоже, как один из вариантов, ЕЦБ, в принципе, мог бы и потерпеть недельку. Ничего бы, я думаю, с ЕЦБ бы особо не случилось. Не нравится подача, Наташа, на подача, да? Ну так вот, как будто мы на кухне сидим, и пришел сосед, говорит, деньги-то. Потерпи недельку, жить сложно же, потерпеть недельку. Это нормально. Кстати, завтра все-таки она, Греция размещается, и во многом это будет интересный день. Сейчас мы слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем. В эфире Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем ход торгов на мировых финансовых площадках, ну и в том числе и на нашем любимом отечественном фондовом рынке. Что влияет на ход российских торгов? Это тема нашей сегодняшней программы. В гостях у меня Наталья Лесина, начальник аналитического отдела группы компании «Алор», и Андрей Толстаусов, управляющий активы эмиссионной компании «Грандис Капитал». Прежде чем мы повернем наш вектор на российские площадки, еще немного порассуждаем о неких внешних факторах, о неком ветре перемен, которые дуют из-за бугра. Кстати, наверное, я сейчас, Наташа, тебе дам возможность продолжить, не забыть, что и Китай нам поговорить. Сегодня все-таки что-то там у них случилось, и, по сути, настроение это каким-то образом подняло все же. Итак, ближайшие события с точки зрения еврозоны, Наташа. Ну, еврозоны, соответственно, сегодня ждем все-таки итогов еврогруппы, хотя повторюсь, что на прошлой неделе, в принципе, уже ожидания были заданы. И самое главное тогда, если сегодня транш все-таки утвержден не будет, ждем размещения Греции, потому что от него, в принципе, будет зависеть судьба пятничного платежа и, в принципе, можно сказать, дефолт страны. О, вот худший вариант, смотри, сегодня не дают, ну или дают немного, да, там, денег, а в стране не размещаются, в пятницу нечем платить. Ну, вот я не думаю, что все-таки так будет, потому что либо это будет все-таки как-то смягчено, скажем, какими-то высказываниями ЕЦБ, потому что, да, вроде Греция нам не выплатила, но ладно, мы подождем. Ну, как-нибудь так. И, в принципе, это будет уже... В принципе, ради чего-то все это время тянули-то, правильно? Для того, чтобы за пяти миллиардов Серборова... Да, ну, как бы пять миллиардов, мне кажется, уже в рамках тех сумм выделенных. Смешные деньги. Ну, действительно так. Да, Андрей, Андрей. Конечно, всем вы такие смешные деньги. Нет, я не думаю, что смешные. Я не смешные. Ну, то есть ты, в принципе, допускаешь, что вот такая вот худшая сценария? Вполне допускаю. Да, и Греция досвидос. Да? Ну, досвидос в каком смысле? В смысле дефолт? Из евро? В смысле выход из еврозоны. Нет, ну почему? Я не думаю, что сразу последует автоматический выход. Ну, то есть немножко опять, да, поколбасить, что называется, да, а потом все опять, как всегда. Зарубцуется. Значит, смотрите, вопрос, ну, даже не вопрос, а некая реплика, а потом идем дальше. Здравствуйте. Вам не кажется, что с таким пессимистическим рынком пора на передачу приглашать не аналитиков, а психотерапевтов? Это такой юмор нашего слушателя. Мне кажется, тут, да, не хватает студии четвертого. Четвертого, да? Давайте поговорим об этом. Ну, может быть. Может быть. Ладно, давайте по существу. Смотрите, когда я начинал, пишет Рэндалл, когда я начал торговать в начале девятого года, объемы на рынке ММВБ были в разы больше, чем сейчас. Как бы вы могли объяснить такое уменьшение ликвидности, уменьшение активности? Ну, потому что постоянно мы чего-то ждем в последнее время. Постоянно нам не дают двигаться в какую-либо сторону. Но если на американском рынке движение все-таки есть, то российскому рынку, в первую очередь, конечно, не хватает ликвидности, не хватает средств. То есть денег не хватает? Российскому рынку, да. Так, а какие перспективы? Вот, знаете, мы опять уже, ну, не опять, а мы начали уже потихонечку об этом говорить. Что влияет на ход российских торгов, ну, помимо макроэкономической каких-то там настроений из-за рубежа? То есть элементарно нет денег. Где их взять-то, Андрей? Где взять денег российскому рынку? На рынке облигаций. На рынке облигаций. Так. Ну, я думаю, что когда система Евроклиер заработает, вернее, как Евроклиер, ну, неважно, подсоединятся к торговле ОФЗ, клиенты подсоединятся, не резиденты, подсоединятся к торговле ОФЗ, соответственно, сюда придут большие деньги. Но, естественно, они придут на рынок облигаций, в первую очередь. Но затем, через какое-то время придут уже и менее консервативные деньги на рынок акций. То есть все упираются сейчас вот в технологию фактически. Ага. Я думаю, ничего плохого повторить об этом и неоднократно. То есть, оказывается, вот в чем проблема-то. Я же ищу проблему, понимаете? Я пытаюсь скрыть нарыв. Где деньги? Куда деньги? Вот видите, даже наши слушатели говорят. Ну, сколько можно? В девятом году, говорит, вот так было, а сейчас вон что. Где деньги-то? В девятом году не было такой перспективы, что появятся центральные депозитарии, появятся европейские центральные депозитарии у нас на рынке. Сейчас вот перспектива до конца года, что они появятся. Соответственно, какой смысл нерезидентам залезать сейчас в наш рынок, если через месяц они зайдут в более комфортных условиях? Через месяц точно говоришь? С Нового года. Понятно, с Нового года. Наташа? На мой взгляд, конечно, еще проблема в целом в инвестиционном климате российском. Потому что все-таки политическая... То есть не только в технологиях, да? Как вот Андрей настаивает на то, что... Нет, но в этом я бы сказала тоже. Потому что, конечно, технологии, они, конечно, влияют на то, как, например, инвесторам должно быть комфортно работать. И, конечно, технологии этому способствуют. Чем выше их развитость, тем, соответственно, комфортнее инвесторам, тем их желание прийти на российский рынок выше. Но если нет других каких-то еще позитивных факторов для входа в рынок, то, соответственно, и идти-то особо не хочется. Пардон, предположим, да? Можно предположить, что технологии у нас на уровне. Все. Вот это вот заработало, вот это заработало. Все заработало. Ну тогда, если технологии есть, на долговой рынок-то они придут. Вот, вот. А вот в акции... В акции, да, они не полезут. Все как удобно, кнопочку нажал и все. А чего покупать-то? Ну вот акции, конечно, покупать пока не очень благоприятно. Вот, Наташа, Игореша спрашивает. Игореша. Есть хотя бы одна бумага, которую можно покупать? Ну, имеется в виду на нашем рынке. На мой взгляд, это прифы сургута. О! Это действительно, да, бумага, ее можно покупать, потому что дивиденды у сургута высокие. В целом компания работает хорошо, результаты хорошие, благоприятные. И, соответственно, ее вот прифы можно смело покупать сургута. Прямо по текущим и из перспективы и куда? Да, это вот среднесрочная. Ну, там до начала весны где-то, потому что обычно сургут он отрастает, а потом уже ближе к закрытию реестра. Там уже идет какая-то болтанка, даже с какой-то коррекцией. То есть там уже не особо привлекательно их держать. Но в целом вот эту бумагу, да, можно покупать. Остальные бумаги я бы сейчас вот в текущей ситуации на какую-то среднесрочную перспективу покупать бы не стала. Конечно, да, там есть, предположим, магнит, который уже там растет, растет. Ну да, теперь уже его как-то опасно на хаях. Не прекратит рост. Сколько же можно? Но, тем не менее, хорошая фундаментальная основа, соответственно, высокая недооцененность, которая раньше была в бумагах. Конечно, недооцененность по-прежнему есть. Наташа, извини, поклонник твой. Вот он уже у меня тут просто. Вопрос за вопросом, вопрос за вопросом. Ну и несколько некорректный, конечно, этот вопрос, но я, тем не менее, произнесу. Наташа вопрос. Какие у нее бумаги сейчас в портфеле, в ланге и в шарте? Ну, я уже про свой портфель рассказывала, в принципе, на каждой передаче рассказывала, но еще раз повторяюсь. У меня... Он из Сургута состоит, да? У меня нет, он не из Сургута, и, в принципе, я не занимаюсь среднесрочным инвестированием. У меня на счете стоит робот. Весь счет, 100% от счета, управляется исключительно роботом. В то время, как я, да? В то время, как я отдыхаю в Италии. В Венеции. Вот, соответственно, робот у меня сейчас стоит фьючерс на доллар. Куда, кстати, он стоит у тебя, фьючерс на доллар? Я не знаю. Когда я уходила с работы, я даже как-то внимания обратила, какая-то разница. Да, действительно. Вот, друзья мои, это я сейчас слушаю. Вот это вот идеальный трейдинг называется. Идеальный, да? Не знаю, чего там, не знаю, главное, пришел, прибыль снял и пошел потратить. Ну, конечно. Молодец. Научишь нам всех так торговать? Так это робот. Это же не я. Это все, спасибо роботу. Спасибо роботу. Ладно. Андрюш, вот с твоей точки зрения, есть ли бумаги, которые можно покупать сейчас на отечественном рынке? Безусловно, есть. Так. Ну, больше, чем один сургут, да, я так понимаю? Я думаю, все нефтегазовые акции. Все нефтегазовые? И транснефть, Прев, даже. Ну, собственно, почему? Почему? Ну, сейчас Роснефть, Газпром и нефть отчитались за третий квартал, который оказался на удивление хорошим. То есть все прогнозировали чуть ли не коллапс там. Все оказалось... Да, все гораздо лучше. Довольно-таки красиво. Я думаю, что как раз на них и будет спрос. На нефтегазовые акции сейчас. Я понял. Хорошо. Так, ну и давайте, поскольку есть еще немножко времени, вопрос про Роснефть. Я когда озвучивал картину маслом, он сегодня опять подрастает. В 245 вот текущая была котировка. Вообще, что там с Роснефтью? Мы ждали, ну, мы, не мы, среднесрочный разговор об этом многократно был, что на известных событиях, там, в район 250 он выстрелит, а потом, соответственно, его аккуратненько, да, зафиксируют и вроде... И тема исчерпана. Нет, опять растет, Наташа. А сколько сейчас Роснефть? 245. Ну, соответственно, коррекция. Не знаю, я бы сейчас вот на текущих уровнях Роснефть бы не покупала. Не трогала, да? Нет. Ну, просто я насчет нефтегазовых бумаг все-таки настроена более пессимистично. Так. То есть ты бы не трогала нефтегазовые бумаги? Ну, смотря какие. Например, если брать вообще, в принципе, хорошую... Я прошу прощения, Андрей, ты весь сектор, в принципе, рассматриваешь, да? Не особенно, не выделяешь. Если брать более-менее нормальную ситуацию на рынке акций, то, ну, вот, скажем, Роснефть, даже вот Газпром, нефть, транснефть, с этим скорее соглашусь, чем нет. А вот, например, Газпром, мне бумага, в принципе, это никогда не нравилось, потому что он растет очень тяжело, все деньги куда-то деваются. Вот, ну... Логично, логично. Куда деньги-то делик? Конечно. Для меня это, скорее, странная компания, поэтому вот Газпром скорее нет, чем да. Пусть это голубая фишка, самая... Это наше всё. Да, правильно, самое там наше всё, но вот скорее нет. Потому что, не знаю, вот мне, если брать по секторам, тогда уже более импонирует сектор металлургии. Потому что все-таки есть Китай, в котором дела не так плохи даже, как думали ранее, вроде... Ну, конечно, показатели... Теперь китайская экономика растет не так быстро, как раньше. Ну, нарисовали сегодня 11%. Но, тем не менее, да, очень хорошо растет. Данные по сальдо торгового баланса... Вообще... Замечательные были. Ну, правда, вот данные по сальдо торгового баланса, они оказались не так однозначны всё-таки. Потому что сальдо складывается, соответственно, из экспорта и импорта. Если по экспорту оказались цифры просто прекрасные и блистательные, то вот по импорту, на что, в принципе, рассчитывали наши металлурги... Хвала китайским писателям, да? Великолепные цифры, хвала китайским писателям. Ну, ладно, мы прервём сейчас, мы послушаем новости с удовольствием на Финам.фм, а потом продолжим давать рекомендации. Ну что ж, мы продолжаем наш сегодняшний эфир. Сухой остаток. Сухой остаток, так называется наша программа. Ну, о Китае мы вспомнили. Замечательная история. Китай и мы, собственно, близко по многим параметрам к Китаю и связано каким-то образом с ростом Китая или замедлением. Наташа, что там было в Китае? Интересно. Кстати, ну, вот итоги выборов сложно, наверное, так. Не совсем правильно говорить, да, итоги выборов в Китае. Ну, формально там же произошли выборы, смена руководства, что-то произошло. Наташа. Ну, в принципе, по Китаю основные... Вот раньше как-то правили вот в Китае ожидания. Но все-таки смена власти... Раньше это как далеко? Как давно? Ну, вот до недавнего времени, скажем так. Вот, соответственно, с приходом новой власти, можно сказать, теперь будет больше уже конкретики, будет больше внимания и там на экономику также сосредоточено. Соответственно, в принципе, в данном случае, на мой взгляд, это плюс. То есть, в принципе, на китайскую экономику должно повлиять позитивно. Ну, смотри, извини, ремарка одного из наших слушателей. Ну, опять, если вот повторить тему нашей программы, что влияет на ход российских торгов? И вот пишет он, вся надежда на китайцев. Андрей. Ну, я согласен, кстати. Да? Прокомментируй, как это? Ну, после выборов нового руководства в Китае обычно действительно происходит небольшая корректировка экономической программы, после которой темпы роста ускоряются. Собственно, с этой точки зрения, безусловно, надежда на Китай. Что касается нашего рынка, то я думаю, благодаря этому, например, третий квартал для российских металлургов может быть дном бизнес-цикла. То есть вот сейчас отчетность, которая выходит за третий квартал российских металлургов, которая плохая, на самом деле может оказаться последней плохой отчетностью. И дальше начнется рост. И с этим ты связываешь как раз, да, Китай? Да. Точнее, это связываешь с Китаем. Наташа? Нет, я с этим согласна. Потому что, надо повторить, что цифры по Китаю в последнее время, которые публикуются, они очень даже и неплохие. То есть да, темпы роста замедлились, но тем не менее рост очевиден китайской экономике. И поэтому сейчас пока надежды на стимулирование все меньше и меньше. Вспомните пятничную статистику. То есть данные были хороши по разничным продажам, по промпроизводству. Конечно, там, да, потребительская инфляция оказалась ниже ожиданий, в принципе. Поэтому, если рассматривать именно инфляцию, то, в принципе, стимулированию китайской экономики ничего не препятствует. Но, согласно статистике, стимулирование экономики и не нужно. Потому что данные выходят хорошие, вот и сальдо торгового баланса вышло хорошим. Но вот в сальдо, там вот единственный отрицательный фактор был, это импорт. Рост импорта. Вот, конечно, менее существенный рост импорта, чем ожидался. Соответственно, это негативно для российских, ну, в частности, металлургов. И в целом, то есть это говорит о именно спросе внутри китайском. То есть вот эти вот цифры немножечко так огорчили. Но такой существенный прирост экспорта, конечно, он в целом перевесил данный по импорту. Я предложу, извините, пожалуйста, да, некую картинку. Она, может быть, не очень корректная. Ну, так мне навеяло что-то. Причем навеяло именно название мероприятия, которое в Китае закончилось. Оно называлось так. Съезд коммунистической партии Китая. Я вспоминаю далекие, ну, свои, по крайней мере, далекие годы, когда подобные мероприятия проходили и у нас в стране. Тогда эта страна называлась Советский Союз. И, как правило, к съезду подобному мероприятию, да, пафосному, да, старались присовокупить некие достижения, ну, или хотя бы видимость этих достижений. Как правило, это цифры, да. То есть мы к съезду 20 партий построили столько-то, только закончили это, вот. Еще раз повторю, может быть, да, аналогия не прямая, но есть опасность того, что тут как-то нарисовали. Можно я отвечу на вопрос? Можно. Мне кажется, что, на мой взгляд, нет, потому что как раз наоборот, когда приходит какая-то новая власть, власть меняется, соответственно, им бы, наверное, лучше. Чтобы было пониже, да? А потом, чтобы они на них раз... Да, да, чтобы, наоборот, в преддверии, вроде их избрания, скажем так, все вроде было все не очень хорошо, а вот они пришли, то есть вот те достижения, которые были вот прям вот в преддверии их назначения, соответственно, сдвинуть немножечко на себя. Получается, что они пришли, и сразу вот как все поменялось, и как все было здорово. Ну, как вариант, да, Андрей? Да, согласен. Вопрос. Уважаемые аналитики, как вы оцениваете данные о замедлении роста экономики в нашей стране? За счет чего мы будем вылезать в мировые лидеры, спрашивает Юрий. Верно ли до сих пор заявление главных чиновников об островке стабильности? Ну, вспомнил тоже, да? Андрюш. Ну, не надо забывать, что мы вступили в ВТО совсем недавно, и, соответственно, вступление в ВТО, во-первых, благотворно повлияет на внутренний спрос, поскольку конкуренция вырастет со стороны импортных товаров, да, цены снизятся, покупательская способность населения вырастет, они, ну, как правило, так происходит во всех странах, вступивших в ВТО. Потребительская активность возрастет, соответственно, это будет сказываться на количестве потребляемого бензина и так далее, ну, и распространяться на всю экономику. Я думаю, что это один из локомотивов. Ну, плюс высокие цены на нефть, нельзя тоже сбрасывать со счетов, и мы... можно, конечно... Ну, то есть у нас есть еще надежда, да, на то, что мы все-таки в мировые лидеры рано или поздно выйдем. Ну, нет, я бы не сказал, что мы будем прямо вот мировыми лидерами, там, по ВВП или там... Нет, зачем к этому стремиться, я не понимаю. Не нужно к этому стремиться. Ну, я думаю, что это империалистический подход. Он мучает, по-моему, нашу экономику. Догнать и перегнать у нас всегда было вот это, да? Надо, чтобы нам хорошо жилось внутри. Зачем нам? Обязательно становиться крутыми, да, и, соответственно, играть в муску. Мы были уже крутыми, летали в космос. Были крутыми, да-да-да. Чем все это закончилось и как мы жили. Совершенно верно. Давайте послушаем, есть звонок. Владимир, добрый вечер. Вы в эфире говорите. Добрый вечер, да. Извините, поскольку я страстно мечтал сегодня присоединиться к вашей дискуссии. Вот еще возможным. У меня маленькое предположение, что рынок ВТО, к сожалению, не даст нам такого позитивного результата, поскольку у нас сейчас-то дефицит, особенно в товарах. И серьезным образом изменение, может быть, цены на те товары, которые хлынут к нам в страну, вряд ли даст серьезное увеличение, то, что увеличение покупательной способности это всегда инфляционный разгон некоторый. Я могу ошибаться, поскольку я не профессионал. Это первое. И второе, вот особенность нашей экономической модели состоит в том, что у нас есть легальная экономика, которая заточена на нефть, газ и металлургическую промышленность, еще некоторый ряд природных ресурсов, и так называемая тотальная воровская экономика, которая существует как бы вне зависимости от основной экономики. Вот эта специфика, она и не позволяет, на мой взгляд, нам как бы активно рассматривать вопрос о нашем стальном скачке вперед. Потому что мы имеем действительно этот сектор. Ну, все же говорят, и президенты, и премьер-министры, есть теневая экономика. И она работает отдельно, как две страны, в такой, знаете, два в одном. Хэдденшоу. Вот как ваши гости могут прокомментировать эти два обстоятельств? Спасибо вам большое. Спасибо, Владимир. Ну, давай вдогонку, вот по поводу ВТО. Ну, на самом деле, конечно, вступление в ВТО для москвичей, которые привыкли, в общем, к большому набору товаров, оно, наверное, никак не скажется. Ну, вот попробуйте зайти куда-нибудь, съездить за 200 километров от Москвы. Я думаю, даже так далеко не надо ехать. Да, довольно-таки скудный выбор. И удивительно, но цены в Москве на многие товары, особенно, что касается продуктов питания, ниже, чем в глубинке. Вот на это, на самом деле, и стоит обратить внимание. И я думаю, что как раз вступление в ВТО позволит выровнять вот этот дисбаланс. Соответственно, глубинка и периферия, как в кавычках можно называть, она подтянется. То есть, если подтянется вот такие средние и ниже среднего слоя населения, они, соответственно, обеспечат спрос на автомобили более высокого класса, а не только на Жигули и так далее. Будут покупать, ну, допустим, если говорить о крестьянах, они смогут покупать трактора, которые будут более эффективны, да, и, соответственно, они смогут производить больше сельскохозяйственной продукции. То есть, это, конечно же, процесс не одного дня, да, но постепенно-постепенно это все приведет к тому, что эффективность экономики вырастет, соответственно, она начнет расти. Вот. Но что касается теневой экономики, ну, тут мне сложно что-то сказать, поскольку я анализирую только видимую часть Альберна. Ну, да, я... И так глубоко не погружался. Я соглашусь, это немножко не наша тема, наверное, да, то есть говорить о теневой экономике, мы все-таки обсуждаем все то, что на поверхности. Ты что-то скажешь по поводу? Да, во-первых, хочется добавить насчет ВТО. Конечно, ну, на мой взгляд, все-таки вступление России в ВТО для России в целом, конечно, что-то поменяет. Например, скажем, таким очевидным сектором является машиностроение, потому что больше будет... Соответственно, иномарки у нас станут подешевле, соответственно, спрос больше уйдет в них, но это, опять же, это, можно сказать, перераспределение вот потраченных средств между там отечественными какими-то продуктами и, соответственно, иностранными. Но что касается там вот той же глубинки, вот в частности тракторов, соглашусь, что, конечно, потому что там есть аналоги импортного производства, которые по качеству лучше, соответственно, по цене такие же. Пусть там не новые, но, тем не менее, действительно, да, на них спрос будет выше. Но вот там, касаясь других каких-то, ну, вот предложите глубинки там изобилия продуктов. У многих, у большинства я даже сказала, вот именно если брать глубинку, просто нет средств там для покупки очень многих там видов продуктов. Может быть, поэтому там и нет такого, да, многообразия? Ну да, просто, например, скажем, держать магазин, ну, предположим, взять примитивный магазин с высоким... Примитивно про колбасу. Да, соответственно, с высоким каким-то выбором, да, а смысл в этом? То есть он заведомо будет убыточен. Просто нерентабельно, да? Я понял. Давайте, у нас есть звонок, послушаем, может быть, не успеем уже ответить. Константин, добрый вечер, вы в эфире говорите. Да, добрый вечер. Ну, в принципе, Наталья вот только что уже все сказала. Я... То, что... Как ВТО вообще может повлиять на концентрацию производства всего у нас так много? То есть ведь не изменится концентрация. То есть в Москве сейчас все сконцентрировано, поэтому здесь спрос больше, здесь проход больше, оборот больше. Следовательно, цены более... Конкурентоспособны, да? Да, да, да. Ну, не конкурентоспособны, они просто разные. Разные, на любой карман, а в глубинке только то, что предлагают, и все. А у меня к ним, то есть к Наталье и ко всем остальным вопрос в другом немножко. Ну, я так понимаю, что на бирже-то неважно, экономика растет или падает, зарабатывать можно ведь на всем. Какая выгода для биржи и рост экономики в нашем случае? Понятно, понятно. Спасибо за вопрос, Костя. Ну, есть минутка еще, можем начать отвечать, Андрюш. Какая? Ну, давай со второго начнем. Вопросы, хотя он был один, это было лишь мнение по поводу... Для биржи? Да, вот рост экономики. Для биржи это галочка в инвестиционном кейсе по России. И когда инвесторы, особенно западные, принимают решения, они, естественно, все галочки проверяют. Стоит или не стоит. Галочка как-то звучит очень... Ну, хорошо, да. То есть всегда проводится... То есть один из критериев, да? ...исследование. Да, для чего... Перед тем, как крупные деньги зайдут в какой-то рынок... Да, смотрят, как растет экономика, конечно. Потому что эти вещи неотрывно. Извини. Продолжай. Безусловно, это макро-подход, да? Который потом приведет к тому, что будет анализироваться уже микро-компания. И не случайно магнит растет. Все уделяются, почему растет. Да вот потому, что как раз мы вошли в ВТО. То есть это первая ласточка. Первая ласточка. Боже мой, как хотелось, чтобы было больше. Ну, я думаю, так и будет. Слушаем новости на финансе. Ну что ж, друзья мои, продолжаем. Последняя часть. Боже мой, уже час пролетел. У нас осталось огромное количество вопросов. Давайте сразу я с них начну. Или мы закончили отвечать Константину про ВТО? А, про биржу, пардон. Связь реальной экономики и биржи. Наташа, давай. Ну, я могу сказать только одно. Что мне кажется, что, конечно, если в российской экономике будет все хорошо. Соответственно, иностранные инвесторы обратят внимание на стат данной. И, соответственно, придут на биржу. Соответственно, обороты увеличатся. Увеличится, получается, и торговая активность. Соответственно, ликвидность повысится и для биржи. Это огромный плюс. Ну, то есть взаимосвязь очевидна, да? Нельзя рассматривать эти вещи как некие, так сказать, разнополярные даже. Ну, просто если, соответственно, в экономике все будет плохо, средства так и не вернутся на российский рынок. И даже при падении рынка, то есть биржу, конечно, будет зарабатывать в любом случае. Потому что участники рынка совершают и короткие операции, и не только в лонг работают. Но, тем не менее, объемы полученных средств в виде тех же комиссий, они не сопоставимы. Понял. Вопрос тебе. Вопрос Натальи. Ваш взгляд на Уралкалий? На днях конвергенция, пишет Андрей по Магду. Можно покупать или обождать? Ну, на Уралкалий, в целом, я смотрю, очень оптимистично. Вот данная бумага, и, в принципе, кстати, вот Уралкалий, Акрон, мне кажется, отличные бумаги в плане, кстати, вот с точки зрения среднесрочной даже перспективы. Дивергенцию там нашел на днях. Я бы, соответственно, как раз бы, вот, наверное, на них бы обратила внимание, и на одну бумагу, и на другую. Спасибо. Андрюш, что можете сказать про машиностроение и девелоперов? Ну, а машиностроение ты, в принципе, уже рассказал, да? Ну, к сожалению, российские машиностроители на бирже представлены очень ограниченным. Количество это АвтоВАЗ и ГАЗ и СОЛЕРС. Больше я, по-моему, уже не могу назвать. Соответственно, там говорить нечего. А девелоперы, на самом деле, это трудная тема, поскольку они до сих пор, хотя уже сколько лет после кризиса прошли... Четыре года уже, считай. Все никак не разгребут свои балансы. Встанут с колен, да? Да, хотя вроде бы спрос есть, но такое ощущение, что у них вся прибыль уходит в оплату тех кредитов, которые они когда-то... Подобирали. К сожалению. Бум был. Куда деваться, да? Да. Ты добавишь что-нибудь про машиностроение и девелоперы? Ну, машиностроение российское в целом, мне кажется, не лучшая идея для инвестирования. Конечно, там есть в моменте просто уже, когда уж слишком дешево что-то стоит, слишком дорого. Ну, вот исключительно тут, мне кажется, стоит от каких-то технических уровней инвестировать. Что касается девелоперов... Инвестировать все же? Ну, это скорее совершать торговые операции. Ну, да. Это, наверное, все-таки, да, соглашусь, не инвестировать. Ближе к спекуляциям. Да, ближе к спекуляциям, вот. А что касается девелоперов, ну, опять же, да, действительно, здесь сказать особо нечего. Но по одной простой причине, что пока еще вот у строителей наших не очень все так здорово и замечательно. Так что вычеркивайте, уважаемый, сейчас я скажу, как назывался наш слушатель, гражданское общество. Вот так он назывался, да? Уважаемый гражданское... Вычеркивайте... Ну, гражданскому обществу, конечно, девелоперы интересны. Да, и машиностроение. И машиностроение, кстати, да. Вычеркивайте из своего портфеля, это пока неинтересно. Так, значит, вопрос от Рената. Повлияет ли сокращение накопительной части пенсии на фондовый рынок? Нет, мне кажется, не повлияет, потому что и так ее особого влияния на российском рынке и так не было. Пенсионных денег ты имеешь, да? Ну да, на самом деле там разрешенная доля инвестиций на фондовом рынке была там, по-моему, чуть ли не 13% всего из этих 6%. То есть, ну, это все равно копье. Вот, поэтому что 6%, что 2% от этой суммы возьмите 13%. Это пару дней торгов. И прослезитесь. И прослезитесь. А, в принципе, вот, да, ну, очевидная взаимосвязь того, что мы плачем все время о длинных деньгах, а не этих больших деньгах. Хотел как раз добавить. Давай, добавляй. Что, в принципе, в развитых странах как раз очень большая доля фондового рынка, оборотов, это как раз приходится на пенсионные деньги. Почему у нас в России этого не делают, ну, в принципе, непонятно. Потому что это, конечно, была бы очень хорошая основа для российского рынка в плане и для поднятия ликвидности, и там увеличения торговой активности. То есть как раз это бы российский рынок разогрело, вело бы на более высокие уровни. У нас деньги все спекулятивные, вот длинных денег как раз нет. Поэтому на российском рынке такие там значительные просадки. Потому что, конечно, в случае чего спекулятивные деньги всегда очень быстренько и сворачиваются. Ну, потому что они спекулятивные. Да, остаются только длинные деньги, которых на нашем российском рынке очень мало. Вот почему так делают, ну, в принципе, непонятно. Адрюш, тебе тоже непонятно, почему так делают. Кстати, понятно. Вот, по-моему, в четверг была передача у вас с Андреем Гриценко, да? И он сказал, что там срок инвестирования пенсионных денег все равно год. Год, да. И это, на самом деле, главная проблема. Потому что, вот если бы это было 10 лет... Ну, почему так не сделать? Вот это мне непонятно. Почему вот это вот не разовьют? То есть, если бы сделали как в США, например, вот если вы открываете вклад, вы не можете его досрочно востребовать в течение года. Ну, соответственно, если вы передаете пенсионные деньги в управление управляющей компанией, нужно ввести просто срок, в течение которого его нельзя востребовать обратно, этот вклад. Вот и все. То есть, например, за пять лет управляющая компания заработает. За год, ну, очень сложно стабильно каждый год зарабатывать. Потому что мы видим, что раз в три-четыре года рынок проваливается. И поскольку большинство пенсионных стратегий, они buy and hold, соответственно, другого варианта просто нет. Только более долгосрочный горизонт пройти. Вот и все. Ну, то есть, опять мы к технологиям возвращаемся, а в данном случае, наверное, и законодательство надо упомянуть. Конечно, у нас не развито оно. Не развито, абсолютно. И более того, ну, наверное, стоит упомянуть, тут велосипед-то не надо изобретать, потому что все давно уже изобретено до нас. Надо только нормально к этому относиться. Согласен я. Андрей спрашивает. Короткий вопрос. Увидим до конца месяца еще одно наше все Сбер-обычка по 92. Я думаю, да. До конца чего? До конца месяца. То есть, до конца ноября, я так понимаю. Я думаю, да. Ну, скорее, да, чем нет. Потому что 92, это не так высоко. Там был сел-офф, который устроил какой-то очень крупный продавец. До этого он очень нещадно продавал Лукоил и Газпром. И вот последняя была его тема, это Сбербанк на прошлой неделе. Я думаю, он закончил там, и, соответственно, Сбербанк может отскочить 2 на 3%, верно. Ну, просто да, это очень близкая такая цель. Хорошо. Так, дальше давайте. Ну, про Роснефть, если можно, все-таки, да, еще два слова буквально. Тут вопросы есть, поэтому, Андрюш. Ну, в сделке с BP просто оговорена цена, которую BP покупает. Это 247 или 248, там, в зависимости от курса. То есть, поэтому ее будут сейчас, да, нацеливать? Соответственно, все, что было выше 250, это был маржин колл у кого-то, на мой взгляд. После того, как закрыли этого большого шортиста, рынок откатил. Ну, я думаю, может быть, конечно, это лично мое субъективное мнение. Но сама BP будет покупать акции на рынке. Ты как видишь? Ты уже говорил пару с ним, да? Хорошо, спасибо. Так, 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 так. Ну, вот золото интересует нашего слушателя. Есть еще вопросы, но, мне кажется, они не совсем такие прагматичные. А вот, что касается золота, перспективы вообще этого металла, драг, ну, и какие-то, может быть, ближайшие, среднесрочные. Андрей, ты вообще рассматриваешь золото в качестве инвестиционного инструмента? Нет, я не рассматриваю, я соглашусь с Уорреном Баффетом. На самом деле, золото не приносит никакой ценности. И просто ее держание этого золота в портфеле, оно создает мнимое ощущение какого-то богатства. На самом деле, обладание акциями как-то... Гораздо весомее. Весомее, да. Когда видишь, когда растут предприятия, и ты ощущаешь себя частью этого, это, конечно, гораздо лучше, чем если ты чувствуешь себя просто владельцем куском, куска какого-то металла. Когда он дорожает. Хорошо, еще и куска, да. Я, извини, прокомментирую. А когда дешевеет? Ну, это так же, как акция. Во-первых, благородно, конечно, цитировать Баффета, учитывая, что мы все-таки немножко, я имею в виду, хотя тоже управляющие активами, но предположу, что у вас разные величины управляемых. Безусловно, конечно. Поэтому я думаю, что, извините, у Баффета есть возможность, да, так сказать, пофилософствовать по этому поводу. Ну, а нам, грешным, золото приносит некую, ну, хорошо, я соглашусь, некое ощущение стабильности или, по крайней мере, ощущение уверенности в завтрашнем дне. Потому что оно основано на том, что, ну, если говорить о инвестиционных рисках, да, все деньги будут дешеветь, а что? В этом смысле золотые монеты предпочтительные. Ну, наверное. Потому что они более ликвидные и не нужно там какие-то безумные налоги платить. Ну, да. НДС всякие. Все-таки рассматриваешь ты золото? Нет. Хорошо. Ну, почему фьючерсы на золото, мне кажется, можно рассмотреть. Ну, давай, вот мы вернемся, Наташа, к фьючерсам на золото и какие перспективы ты видишь? Ну, собственно, здесь в золоте, мне кажется, может быть только одна идея. Это именно вот фискальный обрыв в США. То есть, а именно реакция инвесторов на данное событие. Если в США будет, в принципе, все так плохо и начнет складываться по негативному сценарию, то, соответственно, у инвесторов альтернатив будет немного. Либо это бегство, соответственно, в доллары, там, в американские долговые бумаги, либо, соответственно, бегство в золото. Мне кажется, вот в этот момент могут вспомнить о золоте, и, соответственно, золото будет дорожать. Но вот сейчас, пока такой, ну, точнее, как, на мой взгляд, сейчас вкладываться в золото не стоит, а стоит дождаться вот каких-то новостей из США, то есть как вот эти обсуждения, как этот процесс будет развиваться. И, соответственно, если он начнет развиваться по негативному сценарию, и если начнется вот именно вот это вот в золото переток средств, то, соответственно. Вот, соответственно, подбирать. Друзья мои, время закончилось. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Успехов на рынке.